Договор, заключенный с одним из пассажирских перевозчиков Белгороднестровского района, решили разорвать. За это высказались жители района, их поддержали депутаты и члены коллегии райгосадминистрации. Пока что материалы по нарушениям передали в прокуратуру и другие инстанции. 25 маршрутов по четырем направлениям Белгороднестровского района обслуживает три автопредприятия. Сервис «Трансюг», «Гранавто» и «АТП-15107». Нарекания по поводу работы есть у каждого из них. Там есть, называют «борода», широкая. Он берет в кассе, я интересен, в кассе 13 карбасов, 50 копеек, а он еще с бучей, вымогает грошей не меньше 2-3 рубля в автобусе. Вы про это знаете? Люди жалуются на необоснованное повышение стоимости проезда, вымогательство дополнительной оплаты, нарушение прав пенсионеров и других льготников, а также на нерегулярный график движения, грубость и даже побои. Белгороднестровский садовый. Я жила в этом селе, там действительно 10 х, если осталось, с 2002 года, ни разу я не видела, и я точно знаю, автобус из широкого до садового не едет. Сколько бензина идет? 10. Наибольшее количество нареканий в Управление экономического развития РГА поступило на АТП-15107. Жители сел пришли добиваться справедливости в райгосадминистрацию. Заседание коллегии прошло в последних числах мая, еще до отмены льготного проезда пенсионерам. Жители, мы вас тщательно просим, в связи с повышением доллара, повышением бензина, вы, пожалуйста, платите. Я пенсионерам, на сегодняшний день, сегодня платили, я вам могу подписи дать. Люди по 50%. На какие подставки? Пожилой человек из Малоги рассказывает, что один из перевозчиков нарушил соглашение, чем спровоцировал появление так называемых нерегулярных маршруток. Они брали двойной плат. Люди собираются на бутылки. 9 месяцев. И вы не любите такого, что это много из Малоги хотят, и что вы. И где вы, я тебя не бачу. Директор АТП-15107 заверил, что все нарушения устранены, виновные наказаны. И напомнил, как предприятие помогало в перевозке беженцев, а зимой спасало людей из снежных заносов. А также предоставило 300 рабочих мест. На сегодняшний день в тех маршрутах, которые были жалобы на то, что водители вымогают якобы деньги дополнительные, везде, во всех автобусах на этих маршрутах висят объявления крупных шрифов. Водителям запрещено. Это же предприятие обвиняют в монополизации. Только в Белгороднестровском районе они заняли 20 маршрутов, в то время как остальные перевозчики – всего по 2-3 маршрута. В итоге обсуждений договор, заключенный с автортранспортным предприятием АТП-15107 предложили расторгнуть. Как дальше будут развиваться события, покажет время.